Сегодня у маленькой Бетти и ее мамы, пожалуй, самый ответственный день, который полностью изменит жизнь их семьи. Операция на сердце избавит девочку от страшного диагноза – порог сердца, а именно дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток. Другими словами, отсутствие одного из клапанов. Шумы в сердце девочки обнаружили еще в роддоме, малышку серьезно обследовали, но сразу делать жизненно необходимую операцию не стали. Слишком крохотным был ее организм для таких вмешательств. За помощью полугодовалой Бетти ее мама Анастасия обратилась в РУСФОНД. По мере роста ребенка будет нагрузка на сердце. И какие ухудшения? Это там давление поднимается, обмороки, ну и вплоть до того, что она может умереть в конце концов, если сейчас, именно в данный момент, не делать операцию. Во Владивостоке такие сложные операции просто не делают. Но в РУСФОНДе рассказали, в конце мая в Приморье приедут московские хирурги, которые сделают здесь несколько операций с использованием эндоваскулярной методики. Но для этого требовалось собрать 260 тысяч рублей. И благодаря СМС-сообщениям наших телезрителей это удалось сделать в необходимые сроки. Операция Бетти длилась чуть более получаса и прошла успешно. Огромное спасибо за весь труд. Очень была хорошая подготовка и поддержка. Они и разговаривали с нами, с мамами, и детей всячески поддерживали и развлекали. То есть у нас нет никакой паники на это же. Все хорошо, все ждут, все рады. Огромное спасибо. Операцию с применением эндоваскулярной методики проводили кардиохирурги во главе со специалистом мирового уровня Павлом Говора. Метод заключается в том, что сквозь небольшой прокол в организм вводят специальный оклюдер. Через сосудистое русло он достигает места применения и закрывает дефект. Практически сразу после операции ребенок может жить полноценной жизнью. Около 10 лет назад почти всем детям с подобным диагнозом выполняли полостные операции с открытием грудной клетки. Павел один из основоположников эндоваскулярной методики. Первая такая операция в мире была проведена 25 сентября 1995 года на его родине в Словакии в городе Братислава. Можно сказать, что есть разные пороки сердца у детей. Они очень часто, кстати, бывают. Одно процент со всех рожденных детей почти имеют какой-то порог, рожденный порог сердца. И эти пороки могут быть очень критические, которые уже являются даже в пренатальном стадии у ребенка или сразу, когда ребенок родится, он очень серьезно больной. Надо срочно ему сделать операцию. А есть пороки потом, которые могут объявляться уже тоже у взрослых пациентов. Это бывает самая частая дефект между предсердной перегородкой или открытый артериальный проток. Или дефект между желудочкой и перегородкой. Именно три этих врожденных порока хирурги могут, как они говорят, закрывать через катетер эндоваскулярным методом. При прохождении планового медосмотра в феврале этого года у Никиты Борщуна выявили врожденный порог сердца, открытый артериальный проток в 2,2 мм. Врачи настаивали на срочной операции. Мальчику показана эндоваскулярная операция, в ходе которой дефект будет закрыт окклюдером. Операцию необходимо провести в ближайшее время, чтобы избежать опасных осложнений и восстановить работу сердечно-сосудистой системы. Родители суммой в 260 тысяч рублей не располагали. В семье трое детей, младшей дочери 6 лет. Из-за частых болезней домочадцев мама уволилась с работы. Поддержать семью решил Русфонд. Теперь Никита сможет исполнить свою мечту и в ближайшее время попасть на обучение в Центр подготовки юных футболистов. А значит, любимым делом он будет заниматься профессионально. Никита играет в команде «Лучики» при городском футбольном клубе и уже не раз признавался лучшим игроком, завоевывал кубки и медали. И пока мальчик готовится к серьезной операции, его друзья очень его поддерживают. За последние несколько лет во Владивосток кардиохирург Павел Говора приезжает уже в третий раз. В этот приезд операции проведут 15 пациентам возрастом от 2 до 17 лет. И уже через несколько дней Бетти, Никита и другие дети смогут вернуться домой и начать свою новую полноценную жизнь. Анна Бережная, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели».